Последней баржей по воде в Ленский речной порт пришел новый электрокотел. Его установили в котельной Муриинского затона, которая много лет работала на угле. Какие перемены повлекла установка нового оборудования, узнала Наталья Беспалова. Работники Муриинского затона задышали свободнее. Этой осенью здесь впервые не дымит местная котельная. Ее перевели на электронику. Старый водогрейный котел демонтировали и установили новый электрический. А это значит, что теперь здесь правят не кочегары, а электромонтеры. Здесь автоматика следит за температурой. В зависимости от наружного воздуха можно поставить любую температуру. А раньше как было? Ну, раньше-то лопатой. Температура лопатой становится? Конечно, а как же. Все-таки кочегарка, есть кочегарка. А здесь электроника. Новый электрокотел пришел в Ленский речной порт последней баржей по программе техперевооружения. Руководство Алроса уже давно поставило задачу перед всеми подразделениями. Отказаться от угля и переходить на альтернативные виды топлива в пользу экологии. Речпорт услышал, если еще в прошлом году в котельной Затона прямо на полу лежал уголь, а кочегары круглосуточно, посменно топили ремонтный цех и все прилегающие постройки, то теперь здесь идеальная чистота. У нас здесь, так как котельный располагается в природоохранной зоне, рядом с рекой, вот и Затон у нас здесь рядом, и река рядом, поэтому у нас единственным выходом было, значит, это переход на электроотопление. Так как у нас удаленность большая, газовую линию сюда нам никто не согласовали, значит, никто эти затраты не хочет на себя брать, тянуть сюда газ, вот поэтому перешли на электроотопление. С установкой электрокотла местные сотрудники справились сами и сами же следят за его эксплуатацией. Никаких рабочих рук он не требует, необходимо лишь техническое обслуживание, согласно характеристикам оборудования. Оценивать работу электрокотла специалисты будут после отопительного сезона. Пока энергокотел работает в тестовом режиме, здесь в котельной Затона Мурья не стали избавляться от котла угольного, его оставили как резервный и в любое время, если произойдут проблемы, угольный котел можно затопить. Котельная Затона Мурья была одной из двух котельных в Ленске, которые продолжали работать на угле. Теперь осталась одна котельная второй автобазы. Ее также планируют переводить на резервное топливо – газ. Наталья Беспалова, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».